Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка? Друзья, всем привет! Как всегда с вами я, завсегдаты ночных кладбищ, человек, который посещал заброшки, куда не ступала ранее нога человека, и по совместительству ваш любимый ведущий YouTube канала Против Лома. Да, перед началом видео не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, а лучше пару комментариев на ход ноги, и распространяйте этот ролик, и заходите, посмотрите предыдущий контент на канале. Сегодня я с оператором Петя, как бы это не было дорого, мы нашли деньги, прилетели в Новосибирск для того, чтобы найти могилу, как заверяет моя подписчица, мне уже на протяжении полутора лет пишет одна женщина, 60 лет, что я как бы обманываю то, что я уже умер давно, полтора года назад, и похоронен на севере, а именно в Новосибирске, моя могила находится. И то, что я наснимал контент заранее, что она пишет на почту, то, что это контент где-то двух-трех летней давности, то бишь я наснимал много видео, сейчас меня нет, и кто-то за меня выкладывает эти ролики, а я уже умер полтора года назад. Я не знаю, правда это или нет, мы попросили ее скинуть эти данные, она думает, что это вообще какой-то посторонний человек ведет канал, и сегодня прилетели в Новосибирск, чтобы найти эту могилу. Конечно, по геолокации она не понимает, как сказать, но она говорит, что здесь у нее похоронены родственники, и она приезжает и видит мою могилу, ну там, поскольку какая-какая периодичность у нее посещений. Поэтому вы устраиваетесь поудобнее, прилетели в Новосибирске, погода ужасная, дождь, холод, ветер, потому что это север. Сейчас буду пытаться, кладбище среднее по размерам, скажем так, но в самом Новосибирске сейчас найдем, разделимся даже вдвоем и будем искать. Примерно она сказала там, где находится, это идете на север и потом на запад. Вот, ну, сейчас будем на 11 часов, вот как она сказала. Ну, советский человек там по-своему у нее ориентиры, но я мастер спорта по спортивному ориентированию на пересеченной местности и лесах. Поэтому давайте смотреть, начинаем. Слушай, Петь, сейчас. Ну, она, я не знаю как, как она идентифицировала, что это моя могила. Понятия не имею. Она, так, да, сразу хочу сказать, кладбище, ну как вам объяснить, 70-х, 80-х годов, оно не то чтобы старое. Если вы хотите увидеть оператора Петю, который за пультом находится, вы говорите то, что нет, никого. Это мы сделаем очень просто. Если этот ролик, он, он не медийная личность. Если 5000 лайков этот ролик набирает, не то, что вы увидите оператора Петю, а я вместе с ним, у него интервью спрошу, обо мне вы все знаете, а о нем нет. Будет интервью с оператором Петей. Поэтому он просто вообще не медийная личность, ни в коем разе. Но за 5000 лайков он сказал, что да. Это будет дорого, мне стоит. Ему надо будет платить. Я заплачу, но только за 5000 лайков. Так, слушай, Петь. Покажи кладбище вообще по кругу. Так, медленно. Ну вот, допустим, чтобы вы понимали, я всегда пару памятников сразу говорю. Покажи. Мартынцева Просковья Яковлевна, 1900. 1900-й, 1987 год. Пойдем дальше. Розитский Александр Николаевич, 1926-1978. Ну, все правильно, дорогие мои. Как я вам и сказал, 70-е, 80-е годы кладбище. 90-е, ну, естественно, зарождение где-то 70-х годов образования кладбища. А и по сей день. О, тут ребенок есть. Я всегда показываю детские могилы. Вы же знаете. К сожалению. А, есть. Гордеева Акулина Ивановна. Редкое имя. 1906-1978. Это вот она. И Борисова Полина. Полечка. Это вот она. Какий год рождения? 79-й, что-то 66-й. Непонятно. Ну, ребенок. Уже. А, нет. 89-й. 87-й, 89-й. Два года. И здесь ребенок. Минаевский Иван Сергеевич. Это вот 1928-й. Холодно. 1996-й. Борисов. Вадим. Какие годы? 1990-1998-й. 6 лет. Не переключайтесь. Я найду, как она утверждает. Она просто написывает уже полтора года, что это не ты, это за тебя. Ну, да, целая команда работает. Но я здесь. Я с вами. Я подлинный. Кто усомнился во мне? А она говорит, полтора года назад ты умер. И снимает. Ты просто наснимал. Он наснимал, говорит, роликов. И кто-то сейчас за место меня их выкладывает. Это свежие могилы. Типа полтора года кто-то выкладывает. Ну, сейчас будем искать. Конечно, она... Ее бесполезно было просить геолокацию. Пролетайте в Новосибирск. Вы же можете это себе позволить? Я говорю, конечно, могу. Могу и хочу посмотреть, что и как. Ух ты, какая детская могила здесь еще есть. Так. Азимова Рива Давидовна от дочерей. 1885-1955 год. Старое захоронение. Здесь он умер, она нет. Тоже вот старое захоронение. Полякова Ольга Семеновна 1915-1989 год. И Даниил Семенович 1912-1943. Дорогим родителям от дочери. Он умер в 31 год. Вообще молодой был. А здесь ребенок. Рома Висягин. 1975-1977 год. Дождь поливает. Надо периодически смотреть линзу нормально. Чтобы вам видно было. Тут еще какой-то памятник. Медику есть. Здесь новые захоронения. Так. Так. Ага. Вот. Сейчас посмотрим. Кожухов Виктор Алексеевич 1949-1977 молодой 28 лет. Ага. Вот такой бюст установлен. Здесь более-менее современный памятник. Здесь отец его. Алексеевич Маркович 1920-1981 год. 61 год. И пережил он отец его на 4 года. Ну получается так. Здесь Кожухова Нина 1924-1914 год. Друзья, 90 лет. Есть вот карточка небольшая. Вот она. Ясно. Ну, кладбище относительно средних лет. Не новое, не старое. такое себе. Васильева Людмила Григорьевна 1932-1977 год. 45 лет. и залезка Анна Николаевна. А это женщина оказывается 1911-1994. Я несталека подумал, что мужчина. так. Что здесь у нас? Ну а здесь нам надо продвигаться дальше потихоньку. Потому что какой-то военный у нас здесь. О, да, да. Наумов Павел Федорович 1900 1894-1949. 55 лет ему было. участник скорее всего Второй мировой отечественный. И здесь смотрим наумова Ефросия Петровна. Это Павел, это Петровна, это жена. его 1902-1986 год. И вот здесь еще интересное захоронение. Сейчас посмотрим. обязательно досмотрите до конца. Лайк поставьте, чтобы было продолжение. Пейте увидеть. Но 5000 лайков. Так, и чтобы увидеть мою могилу, сейчас посмотрим. я сам просто мне интерес. Шепухин или Шелухин? По-моему Эл, Шелухин. Шелухин Александр Иванович, 1882-1977 до 95 лет от дочери и внуков. Старое захоронение. Но захоронение относительно не старое. Родился он давненько. Дождь поливает дикий. вот, покажи какая могила. Вот эта близкая, да, свежая. 2000 ну ищи заброшены. Никто, даже гробниц, покажи, даже гробниц нету на земле. Ну что, собственно говоря, какое кладбище Новосибирске вы поняли. Сейчас смысл снимать дальнейший подбор просто могил обыкновенных нет, поэтому мы сейчас займемся поисками, как утверждает моя 60-летняя подписчица, моего захоронения, чтобы развеять мифы, я снимаю этот ролик, для нее в частности. Как найдем, так сразу будем снимать продолжение. Просто нам надо прочесать сектор. Обязательно смотрите до конца ролика. Поехали. Следующим кадром увидите. Надеюсь, что не мое захоронение. Продолжим. Вроде как подходим к тому участку, где она писала, потому что она говорила, что там елки, туи преимущественно. Я у нее уточнил, говорю, а что там именно, какие деревья, может быть, кустарники, что нагретуи, ели и немного лиственных пород. Наверное, это где-то здесь. Вообще, вот смотрите, памятники такие были в 90-х годах, 90-е, 2000-е характерно. Это, говорю вам, я видел много таких памятников в связи с... переустанавливали в связи с родом деятельности. так как я не последний человек в похоронной индустрии. 1952-1999. 47 лет. И все уже. Картинка выцвела полностью. Здесь тоже. Да, 92-е. Это вот 90-е годы, когда пришли, такие некачественные памятники устанавливали. доцент. 1920-1992. Итак, друзья, по всей видимости, мы подходим к этому участку, где, по уверению, подписчица находится мое захоронение, потому что, когда я с ней списывался, ну, точнее, не я, а из моей команды человек, спрашивали, какие там преимущественно деревья. Посажены, она сказала, это ели и пихты, и немного лиственных пород, растительности. Это важно, потому что геолокации, когда нет, для меня, как для человека, разбирающийся в спортивном ориентировании, это немаловажный фактор. И вот смотрите, еще вам хочу показать, 90-е годы, я, как специалист, и не последний человек в похоронной индустрии, вам хочу объяснить, ставили вот такие некачественные памятники. Видите? Курбан, и все, и там уже Виктор, она, Виктор, в общем, не вижу отчества, 1952-й и 1999-й, 47 лет ему было, и он выцвел. Вот 90-й год, 92-й год смерти мужчины, это 2000-й год, такие памятники, некачественные устанавливались от 92-го года, где-то, начиная, и до 2004-го, 2006-го года, где картинка тускнет после установки, где-то через 6-10 лет максимум, а то и быстрее. дождь усиливается. Дождь усиливается. глянь, таблички петь. 79-й год, Белоусова, Белоусова, 2010-й, просто на заборе траурные таблички с фотографиями, ну, тоже как вариант бюджетный рассматривается. Здесь уже новое пошло относительно кладбища, а вот там дальше я уже вижу совсем захоронено, ну, как она говорила, полтора года назад было захоронено, ну, захоронение-то, поэтому сейчас будем смотреть. Тут что у нас? 90-й, 77-й, Егорова Зинаида, 1922-й, 1977-й, 55 лет ей было. И здесь Егоров Иван, 1918-1990 год. Пережил ее на 13 лет, получается. Также есть заброшенные могилы, можем видеть, да, никто их не убирал, не косит. Здесь много, причем, здесь заброшенного. Все, идем на объект, который нас интересует. Якобы мою могилу, мое захоронение. Не дай бог тут. Нет, я уже как бы немножко догадываюсь, о чем может быть речь идти, потому что я нумеролог, оккультолог, специалист по паранормальным вещам и паранормальным явлениям, не последний специалист в уфологии, биоэнергетики и так далее. Вообще наша команда в этом соображает, поэтому у нас уже есть кое-какие наметки, к чему это могила и к чему это была надпись. Ну, вот сейчас найдем ее следующим кадром, я вам расскажу и покажу, потому что я не уйду отсюда, мы не уйдем отсюда, поэтому мы прилетели вдвоем, чтобы искать ее. Наверняка найти и побыстрее это, чем я один бы. Дорого, конечно, перелет, но что делать? Много заброшенных захоронений и неухоженных. Феребков Иван Тихонович 1939 и 1979 молодой, 40 лет. Так, ладно, пойдем искать и будем продолжать съемку. Все, нашли мы эту могилу и сейчас будем вам показывать и разбираться. Действительно, здесь есть о чем поговорить и есть, что вам показать. Не безосновательно она писала об этом полтора года. Не безосновательно. любая мысль. 2010 32 рождение 10 смерти дальше. 30-е год рождение Антонина, 12 смерти 782. И вот смотрите, сразу заброшенные. 2010 года, по всей видимости, и причем, кстати, не сильно взрослые, Стебакова Елена Петрон 1961 1910-й. Сколько это? 49 лет, правильно? Да, 49 лет. Еще молодая женщина. Все, давай, я начну уже сам снимать. Вот, подошли как раз к этому захоронению. Похож, не просто не то слово. Кровь в жилах стынет, когда вижу такое. на севере найти, можно сказать, свою могилу, но сейчас объясню все тонкости, нюансы. Фотография. Смотрим, здесь покоится Гришин Николай Васильевич. Ни фамилия, ни имя, ни отчество не совпадает с моим. 12 04 1993 года рождения. И умер 28 05 2022 года. И что здесь, отчего ужасно гоняется на меня. Хоть фамилия, имя, отчество абсолютно другое, но обратите внимание на дату и фото. Очень сильно портрет похож на меня. почему она и написала и перепутала. Но я никогда не носил банданы, такие толстовки плечатые и так далее. Похож. Даже можно сказать двойника нашел. Возраст у него практически совпадает с моим. Разница небольшая есть, но практически. Дата рождения месяц, я имею ввиду, год практически плюс-минус. но дата рождения вообще абсолютно другая. А вот дата смерти это моя дата рождения. Умер он год назад. Представляете? 28 мая это моя дата рождения и его дата смерти по совместительству. И это уже заставляет задуматься просто. что кровь стынет в жилах от такого? Я не знаю, у меня нет слов просто сейчас что-то говорить еще. Портрет вы видите, сходство есть, напишите в комментариях. На мой взгляд, сходство очень большое. Если бы не Новосибирск, я бы даже сказал, что это мой брат, если был бы он похоронен где-то в центральном округе и так далее. Я здесь немножко у него прибрался, был венок заваленный, цветы под лавкой валялись. Сейчас я их вставлю даже. Здесь кто похоронен, не видно уже. Опять такая же история с памятниками. Это новое кладбище. видите. Новый участок. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Просто я вот именно для этой подписчицы показываю, тоже в том числе, что вот он я, вот могила этого человека. Именно Гришина Николая Васильевич 12.04.93 год и дата смерти 22.0 год 28.05 12.04.93 год рождения 28.05.2022 год смерти. Число смерти совпадает с моей дата рождения, но год, число и месяц рождения абсолютно другое. нежели у меня. Это шок, это ужас просто лично. Для меня это конечно что-то невероятное. Я вам хочу сказать. Может быть у кого-то тоже были такие случаи, что где-то кого-то путали. поэтому конкретно для подписчицы это видео опровержение, ну и для вас очередное видео. сейчас Петя камеру возьмет я цветы поставлю поближе и воткну, потому что сейчас ветер сильный и их снесет. На, подержи камеру снимай. Новосибирский двойник оказывается прям похож. сходство есть. Но немножко видишь все равно петь. Нос немножко другой, зубы немножко другие, да, там, уши, там, что под банданы. Я никогда не носил банданы, чтобы вы понимали. Это не мой стиль, не мой образ. Я люблю официально деловой, спортивный стиль. вот эти два. Ну, или летний какой-нибудь, шортный и так далее. Да, кстати, скоро покажу вам серии с южных кладбищ. Ждите. И напишите все-таки, если, может быть, за границей что-то показать, там, допустим, турецкое кладбище, да, есть в Турции кладбище тоже ведьмы колдунов. Если интересно, напишите святая, ну, покажи еще. Так, венок сюда, напишу сюда. Вот такая могила. Гришин Николай Васильевич писает, 93-й год смерти, 93-й год, извините, рождения, 2022-й год смерти. Сколько что-то он прожил? 29 лет. Ну, да. Почти рейсики. Ладно, холодно. Будем, наверное, мы выдвигаться. У меня сейчас впечатление вам скажу. Ужас первое было впечатление ужаса, ощущение ужаса, страха, какой-то мистики и кровь жил остынет, когда видишь такое. Просто человек очень похож на меня и подписчица теперь в этом убедится и думаю, все вопросы мы с ней закрыли на этом. давайте рядом с Колей моим двойником я попрощаюсь тогда. Новосибирск прилетели сюда я, оператор за пультом был, завсегдатый кладбищ, заброшек куда ранее не ступала нога человека, я посещаю и буду посещать вам показывать. Завсегдатый ночных кладбищ, мотор писал, пишет и будет писать исключительно для вас. Показали все как есть. Это не какие-то дешевые постановки Масленникова. Здесь все как жизненно. Поэтому призываю вас еще раз подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать комментарий, что вы думаете по поводу этого всего, распространить это видео, оставаться с YouTube-каналом против лома, смотреть предыдущий контент. Всего хорошего, удачи и дай вам Бог до следующего видео, когда вы меня снова увидите на своих экранах. Всем пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok